Бурят-Миаспром стал одним из объектов, которые посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Сейчас предприятие выпускает большой ассортимент продукции, начиная от колбасных изделий, заканчивая тушенкой. Бурятские полуфабрикаты известны далеко за пределами республики. Однако на этом руководство не останавливается. Уже сейчас завод приступил к реализации нескольких инвестпроектов. Один из них – производство банок для консервации. Данный инвестпроект общей стоимости на 100 миллионов начал реализовываться в июле этого года. На сегодняшний день практически 50% данной суммы оплачены производителям данной линии. Линия уже готова. Ожидаем пусконаладку в конце октября этого года. Необходимость реализации этого проекта обусловлена дефицитом жестяной тары у поставщиков. Сейчас их производят лишь в двух регионах России. Это Челябинская область и Приморье. Дмитрий Патрушев заявил, что министерство будет поддерживать республику во всех начинаниях. Регион хоть и не сельскохозяйственный, но тем не менее АПК уделяется должное внимание. У нас растут объемы собираемых урожаев. У нас все неплохо по производству переработки. У нас неплохо развивается животноводство. Поэтому думаю, что мы и дальше продолжим поддерживать регион. Мы будем выделять финансовые ресурсы, которые, как мы видим, направляются на развитие агропромышленного комплекса. Также Дмитрий Патрушев побывал в центральной больнице Торбокатайского района. Она была открыта в апреле этого года. Строительство стало возможным благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». Мы по ней строим школы, детские школы искусств, дороги, освещение, школы детского творчества, поликлиники. То есть это качественное изменение уровня жизни на селе. И у нас люди, кто занимается сельским хозяйством, вся социальная инфраструктура становится им ближе, доступнее, соответственно, жизнь меняется. И вот эта программа, она просто нет слов на самом деле. Мы с этой программой заходим туда, куда по-другому не зашли бы никогда. Врачебные кабинеты оснащены современным оборудованием. Для маломобильных людей предусмотрены поручни, тактильные доски и лифт. Как и во многих районных больницах, есть дефицит кадров. Но и эта проблема решается. У нас сейчас 9 человек учатся на селевой и в республиканском, и в БГУ. Поэтому надеемся, что после окончания они тоже придут. Нам выделяли две ставки земского врача, две ставки и земского фельдшера. Но после того, как открыли поликлинику, Евгения Юрьевна своим волевым решением еще добавила нам две ставки земского доктора. Бурятия подала еще одну заявку на строительство больниц в Курумкане по программе комплексного развития сельских территорий. Все документы и проект сделан. Вот тоже практически похожи. Я думаю, что это вот такой хороший проект. И обратите внимание, что за счет средств экономии создалось дополнительное рентгенотделение. И вы там были, видели, что я очень радуюсь, что практически до 70-60 в день исследований. На маммографе 20 женщин обследуют, как раз выявляют те изменения, не дай бог, которые есть по раку молочной железы. Есть флюорограф, тоже мы поставили за счет средств дополнительного республиканского бюджета и фонда обязательного медицинского страхования. Добавлю, что на строительство больницы в Тарбогатайе было направлено почти 443 миллиона рублей. Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня.